Всем привет, я Алена, я медицинский психолог, нутрициолог. Сегодня мы с вами говорим про апатию. Как понять, что у вас апатия, и апатия это одно из подрывающих силы психических состояний. И в нем вас ничто не заботит, и если у вас апатия, то вот сейчас об этом поговорим. Апатию можно действительно описать как снижение мотивации к участию в целенаправленных занятиях в трех областях. Во-первых, эмоциональная отзывчивость, в другой момент инициатива. И апатия может действительно помочь вам избавиться от состояния несостояния, как я говорю. От апатии можно избавиться, стараясь достичь состояния потока. Это противоположное состояние, позитивного состояния, где вы поглощены занятиями, которые достаточно сложны, чтобы вас увлекать, чтобы вам не давать грустить, и чтобы у вас действительно были закрыты потребности. Что нужно делать для достижения потока, зависит от ваших особенностей. У кого-то быть в потоке это программировать, у кого-то быть в потоке это анализировать, у кого-то быть в потоке это преподавать. И соответственно у каждого есть свои особенности и предрасположенности, которые очень важно развивать. И другой момент, если мы говорили с вами про 10 незаметных признаков депрессии, о котором я говорила, о состоянии депрессии, то здесь очень-очень важно отслеживать апатия это или депрессия. Потому что и те, и другие состояния, они действительно создают нехорошую историю, связанную с проявлением. И апатия бывает разная. Апатия это психическое, во-первых, состояние, которое характерно для людей, у которых отсутствие стремления, полная подавленность, также безразличие к происходящим событиям, к окружающим. И простыми словами, это психическое состояние, для которого характерно полное отсутствие снижения стремления интересов. И тут мы уже подходим к такому выводу, что же делать. Потому что бывает апатия у мужчин, у женщин в любом возрасте. Иногда апатия это признаки других заболеваний, инфекционных болезней Альцгеймера и, соответственно, какого-то депрессивного эпизода. Это симптомы самые-самые разные. Это трудности при выполнении повседневых задач, постоянная усталость, появление неразборчивости речи, ощущение безразличия, проблемы с концентрацией, замкнутость, ограничение круга общения. В общем, отсутствие интереса к различным действиям, вплоть до потери аппетита и отсутствия такой истории, как история энергетического состояния. То есть, вообще-вообще ноль энергии. И здесь мы с вами говорим про причины. Бывает это психологические, неврологические, последствия лекарств. То есть, куча-куча моментов, которые вызывают это состояние. Бывает это ушибы, бывает это инфаркты, инсульты, прием лекарств, чрезмерное употребление транквилизаторов. Те, кто у меня в программах по тревоге, не знают, что я не разрешаю и я не даю какие-то такие поблажки, костыли вам, как многие спрашивают. А можно, я говорю, нет, потому что во многих случаях нужно научиться управлять состоянием и смотреть, что у человека. Просмотреть мои видео про питание, про движение, про реализацию, про много всего. Я уже столько на канале выпустила, что просто нереально посмотреть все сначала и выбрать для себя все самое-самое важное. Напоминаю, что помочь человеку с апатией можно и самостоятельно выйти из апатичного состояния сложно, но тоже можно. Для этого очень важно сходить к нескольким врачам, к неврологу, к психологу и выяснить причины. Бывает это история какого-то болезненного момента, но если нет, то здесь важно избегать стресса, больше гулять, правильно питаться, исключать употребление алкоголя и заниматься физкультурой. То есть, вот такие вещи, они сделают так, чтобы у вас абсолютно быстро проходило ваше состояние апатии. Пишите вопросы, с радостью вам отвечу.